Ну вот, вы меня спрашивали, сегодня самое время в эту паспортную погоду поговорить о том, как я завязываю тюрбан. Внезапно многие меня об этом просили, поэтому сегодня мы об этом с вами поговорим. Я сниму очки, чтобы их завязывать, а пока поговорю с вами о как-то нескольких вводных. Я завязываю тюрбан в двух случаях. Если я хочу сохранить прическу, доехать до места назначения, на исторический бал, то есть я дома ее собрала и делаю некую подушку безопасности, чтобы довести до места назначения. Либо если на улице очень жарко и я не хочу получить тепловой удар, тогда в этом случае ткань может быть мокрой, либо я внутрь могу положить кусочек льда или холодную банку чего-то, либо просто довольно объемно завязать тюрбан для того, чтобы не пекло макушку, потому что у меня это, к сожалению, почти сразу приводит к тепловому удару. Поэтому тюрбан это не только стиль, но и функциональность. Вот. Я хотела прервать видео, но поскольку я собираюсь выкладывать его на HDB и на YouTube, то я думаю, что я постараюсь записать так долго, как получится, и, соответственно, выложить на эти ресурсы. А в сторис в Инстаграме я просто поставлю, что я вот сейчас их выложила. Хотела прервать, потому что привыкла для сторис записывать по минутке, а здесь нужно подольше. Вообще, в принципе, туториал записывать не то чтобы просто, но поскольку у нас с вами небольшая дружественная тусовка, я думаю, что вы меня поймете. По поводу тюрбанов, что нам точно с вами пригодится. Во-первых, всякие сережки лучше одевать после, либо если они не болтаются. Во-вторых, вам точно пригодятся невидимки. Мне хватает, на самом деле, трех-четырех, но помните, что они должны быть в цвет волос, либо в цвет тюрбана. Ну, лучше, конечно, цвет волос. Ну, на мой взгляд, опять же, я рассказываю, как это делаю я, поэтому, возможно, вам пригодится эта информация. Второй момент, даже если вы делаете тюрбана как элемент стиля и на погоду, когда очень жарко, то лучше делать это хоть на какую-то заготовку прически. Пучок, хвостик, неважно, потому что распущенные волосы дают эту некую скользкость на голове, за которую не очень комфортно цепляться. Если это у вас волосы, да, достаточно длинные, если волосы не длинные, то работаем с тем, что есть, но поскольку я показываю, как делаю я, у меня волосы ниже плеч, поэтому я их убираю в какую-то минимальную прическу, которую уже прячу в тюрбан. Глобально может быть разный вариант, когда у вас видно часть волос в процессе кручения тюрбана или не видно, это тоже зависит от того, как вам больше понравится. Ну и, честно говоря, я покажу, как делаю я, но пока вы не попробуете сами, у вас и не набьете руку, и не выработаете форму, которая вам больше нравится, понятно, что это такой длительный процесс адаптации этого головного убора для себя. Что интересно, сейчас на улицах часто встречаю людей, у которых тоже какая-то тканевая конструкция на голове. Это стало модно, поэтому как бы welcome, давайте ходить тюрбан больше тюрбанов этому миру. Важная деталь, вопрос то, из чего вы делаете себе тюрбан или вот этот вот головной убор, потому что то, что вам, наверное, на мне больше всего понравилось, это была... Во-первых, это достаточно длинные шарфы, по сути, палантинные, парео, ну, то есть что-то достаточно объемное. Это большой кусок, он и широкий, и длинный, по сути, из тонкого батиста, какая-то хлопковая смесовая ткань. Что в ней хорошо? Она хорошо держит форму, и из-за этого хорошо смотрится объемно. То есть как бы я ее не завязала и не сложила, эти складки не расползаются, не рассасываются, а, в общем-то, неплохо держатся. Еще я люблю делать из тонких шелковых тканей, но матовых, то есть которые тоже не дают эту скользкость, не ползут, и которые можно как-то объемно зафиксировать, и они хорошо держатся. Вообще, в принципе, мне на себе в тюрбане нравится, когда он объемный, то есть когда он, по сути, имитирует дополнительную какую-то прическу, потому что он сразу делает лицо более выразительным, вытянутым вниз, но это лично мое такое лицо. Вы можете делать, я иногда это делаю, и из квадратных платков, вот, но в этом случае это больше похоже на повязку на голову, и просто зафиксировать вот какую-то вот эту часть, и вот тоже, вот, как вариант повязки, например, намоченная теплового удара, у меня тоже вполне себе помогает. Чуть менее мой любимый из-за фактуры, но любимый из-за цвета шарф вот такой шелковый, он тоже большой, то есть на самом деле не бойтесь использовать большие куски ткани для оформления своей прически. Как я сказала, вам пригодятся невидимки, в некоторых случаях мне нужны шпильки, бывает, если ткань позволяет, и вы можете ее проткнуть, то тоже бывает хорошо, вот, есть еще то, что я иногда делаю, и мне, в принципе, нравится, когда мы смешиваем два куска ткани, то есть, например, вот таким вот образом, и у вас получается, да, двухцветный тюрбан, поскольку лично я не боюсь объема на голове, то мне как бы оно, в общем-то, нормально, вопрос, куда эти концы девать, сейчас мы с вами об этом поговорим. Я снимаю, наверное, окончательные очки и покажу вам, как я делаю два простых варианта. Самый простой вариант, который, ну, наверное, известен всем, как бы методика, скажем, завязывания. В каком процентном соотношении взять ширину шарфа, берете ли вы его целиком, или складываете пополам, в случае, если мы делаем на улицу, сейчас мы говорим про тот случай, когда мы делаем на улицу, я складываю такой широкий кусочек пополам, и, как делает большинство девушек, когда сушит волосы, мы наклоняем голову вперед, закрывая вот эту тыльную часть головы, совсем прям от корней, и, по сути, да, как полотенце, как будто мы сушим волосы, мы закручиваем вот эту часть и закручиваем достаточно плотно, чтобы она у нас, да, прижалась к ушкам, потому что это даст нам вот эту нужную усадку тюрбана на голове, чтобы он никуда не сползал, то есть у меня вся голова сейчас убрана в ткань. Такой вариант подходит только в случае, если вы это делаете на улицу и действительно защищаете себя от жары. А дальше вот эту часть, уже немножко можно ее подрасслабить, вы докручиваете и заправляете саму с собой. Вот в случае, если у вас не скользкая ткань, как вы расправите вот эту часть, будет ли она на бок, будет ли она прямо, будет ли она там несколько заломов, это уже на ваше усмотрение, то есть сколько раз вы обведете этот кусочек вокруг себя. Единственный неприятный момент, его надо проконтролировать, чтобы у вас не сильно были защипнуты волосы вот здесь. Обычно с этой тканью я делаю вот так, и тут здесь докручиваю вот этот вот кусочек. Меня не смущает, что он выглядит неаккуратно. Вы видели мое фото, выглядит нормально, на мой взгляд. Вам они нравятся, значит и мне. Но он начинает немножко ерзать вот здесь, то есть как только вы докрутили вот этот момент, у вас немножечко расслабляется вот эта часть. Для этих случаев вам, если я иду на улице, например, ткань мокрая, да, потому что, например, очень жарко, то я ничего с этим не делаю, потому что я периодически развязываю, добавляю воды или чего-то еще туда, там, надо лед сюда, например, кладу, если очень жарко. Соответственно, если у меня планы такие не входят, то невидимками я закрепляю вот в этих местах, где у меня вот эта вот ткань как бы накручена. И двух, в принципе, мне вполне хватает, чтобы просто вот эта тяжесть ткани не масса вот здесь, не ерзала никуда особо. То есть это самый простой и быстрый вариант, в принципе, из любых тканей он делается. Сейчас покажу на шелке. Он не дно, он делается из широких длинных платков. То есть это вариант того, когда у вас длинный шарф, и вам есть что вот сложить вот в эту самую баранку. На шелке это выглядит чуть менее объемно. То же самое я складываю. Есть еще один момент, на ваших палантинах может быть какая-то бирочка, поэтому вы помните про этот момент, что вам надо ее подспрятать. Логика та же, спустили голову вниз, подкрутили вот здесь до упора, чтобы вам было удобно. Продолжаем крутить. Поднимаем чуть выше, ослабляем в районе ушей немножко. И тот же самый, принцип тот же. Я закручиваю еще об себя какой-то разочек. Такой формат вы тоже у меня видели, но вот за счет того, что эта ткань очень-очень рукавистая, и она ерзает прям конкретно, поэтому ее, конечно, обязательно закрепить. Я иногда закрепляю вот прям об саму ткань, да, чуть-чуть. У меня эта невидимка проскальзывает. И тогда мне позволяет как бы двигаться и хорошо себя чувствовать. Вот. Это прям супербыстрый вариант, когда вы можете делать это пьес, практически зеркало на ощупь, что-то там сложилось нормально. Меня не смущает, когда у меня из тюрбана торчат какие-то дополнительные части, потому что это придаёт ему некой фактуры, игры, вот у этого конкретно есть градиент, поэтому, на мой взгляд, смотрится хорошо. Если у вас очень скользкие волосы, вы можете закрепить еще в каком-то месте вот здесь. Единственное, что мне не нравится, у меня такое иногда бывает, когда видны ушки, поэтому я их подпочитаю закрывать. Опять же, с точки зрения, например, очень яркого солнца обгорелые уши неприкольно, поэтому я закрываю уши чуть-чуть. То есть, ну, вот таким образом это выглядит. Это прям такой супербыстрый вариант тюрбана. Если мы с вами не хотим такую форму делать, она немножко... Она даёт объём, то есть она мне понравилась тем, что она вот здесь создаёт ощущение прически, но она так очень экзотично выглядит. В формате, когда мы хотим какую-то другую форму, есть несколько вариантов. Иногда я делаю вот так. Когда у меня есть основа прически, да, то есть мой пучочек остаётся, у меня нет задачи закрыть всю прическу, у меня есть задача просто обеспечить. Я достаточно плотно завязываю вот здесь и перевиваю вот тут. Соответственно, хвосты я заправляю сами об себя, туда просто внутрь, очень плотно придерживая руками. Вот эту комбинацию обязательно надо закреплять невидимками, потому что, конечно же, она убежит. Это другой вариант, да, он не даёт нам полного покрытия головы, нам нужна там какая-то более-менее заготовка прически. И он по-другому смотрится, он не оставляет здесь волос, то есть у вас плотное покрытие. И у меня, например, часто сгорает именно вот эта часть, поэтому этим вариантом я тоже периодически пользуюсь. Вот выглядит это таким образом. У него есть такой прям чётко восточный вайб, то есть если предыдущий вариант похож на какие-то сороковые, знаете, такие прически, то это такое прям восточная бинтовка практически головы, но это достаточно плотно сидит, никуда не ёрцает, вот, но не защищает вашу макушку, поэтому, на мой взгляд, не подходит для случаев, если вы хотите защититься от солнца. Сейчас мы с вами приматывали эту часть, сначала положили, потом перекрутили, но возможен и обратный вариант, когда вы делаете, наоборот, спереди-назад, ну, то есть, наоборот, сзади-наперёд, то есть, когда вы сначала закрепили вот здесь, провели первый раз, например, перекрутили, потом отвели назад, вытащили наперёд и как-нибудь завязали. Зависит от длины шарфа. Я люблю завязывать вот эти вот хвостики спереди, потому что они тоже дают этот некий, какой-то задорный объём, и тоже хвосты в этом случае хотя бы одни, стоит закрепить невидимками сзади, потому что иначе они разбегутся. Вот эту часть я люблю как-нибудь смешно расправить, вообще, в принципе, не люблю симметрию, поэтому вот эта вся история тоже вполне себе для меня работает. Потому что, ну, давайте так, тюрбан — это, в принципе, головной убор, который привлекает к себе внимание, поэтому насколько чудным он будет и насколько серьёзно будет привлекать к себе внимание, это исключительно на ваше усмотрение. Это тоже скорее повязка на голову, да, чем полноценная защита, например, от жары. И, конечно, так не довести прическу на мероприятие, потому что это плотная бинтовка головы вот где-то в этом месте. Здесь прям очень хорошо сидит на голове. Так, это из таких прям супер-быстрых вариантов. Сейчас я подумаю и подумаю, наверное, покажу вам с моим любимым шарфом, потому что, вот смотрите, да, у нас здесь не очень объёмные вариации получились. Если ваша ткань, как моя, вот это вот с карты Лондона, она нам даёт больше свободы, потому что она лучше драпируется, да, и лучше держит форму. В этом случае я могу делать довольно спокойный объёмный тюрбан, не сильно затягивая какие-то вещи. И иногда просто, например, сейчас видели тоже, да, спереди-назад, когда я просто здесь завязываю какой-то бант, например, из этого тюрбана, из этой ткани. Да, и уже эти хвосты тоже просто заправляю и, например, закалываю буквально одной невидимкой. Поскольку ткань не скользит и не пытается никуда вырваться, то у меня больше свободы по посадке, потому насколько широко я её поставлю, и она за счёт своей нескользкости неплохо держится на самих волосах. Такие тюрбаны я люблю больше, собственно, поэтому этот волосок увидели, наверное, на большем количестве фотографий, вот, потому что он просто хорошо держит форму. И с ним же удобно делать вот эту историю с закруткой, потому что можно делать её не до конца. В принципе, да, я вот здесь перевела, я могу сделать то же самое, что делала в самом первом варианте, да, перекрутить и заправить эти концы. То есть у меня будет он чуть объёмнее вот здесь, но тоже такая вот закрученная шишечка. Из-за того, что не скользит, она хорошо держится сама. То есть этот тюрбан я редко, часто не фиксирую вообще ничем, просто из-за свойств самой ткани, вот, и вам рекомендую подобрать такую же. Это вариант вот такой. Но здесь у нас, обратите внимание, тоже, соответственно, видна макушка. Сейчас я попробую завязать что-то рандомное, то есть, словом говоря, мне надо выходить из дома. Если я хочу, чтобы волосы совсем не держались, да, то я в любом случае делаю сначала вот так. Вот. Есть вариант, когда вы вот эти концы подкручиваете тоже по отдельности. То есть, по сути, есть момент, когда мы добиваемся того, чтобы у нас как-то более-менее плотно придерживалась вот эта часть. А здесь вы тоже вольны делать все, что вам хочется с этими концами, да, как вы их уложите исключительно на ваше усмотрение. Здесь не хватает длины шарфа для того, чтобы сделать широкую обводку. Да, и эти концы закрепить как-то вот таким вот образом. Единственное, вот здесь мне точно надо фиксировать, потому что... Потому что чуть-чуть сползает, но свободновато. То есть я чувствую... И там, где я чувствую свободу и не хочу, я ставлю невидимки. Вот как-то так. Это тюрбаны, которые позволяют мне защищаться от жары. Если я понимаю, что мне сильно печет, то тогда я прям очень сильно надвигаю его на лоб, да, для того, чтобы создать себе этот небольшой такой эффект тени, что ли, да, хоть какой-то минимальный. Вот. Если мы с вами хотим защитить нашу прическу, какая бы она у нас ни была, то тут наша задача взять как раз максимально легкую ткань. На мой взгляд, сюда хорошо подходят наоборот вот эти шелковые платки, которые... Сейчас... Сбежала. Практически невесомые, потому что наша задача ровно наоборот. Не удержать голову, не защитить ее, а защитить прическу. Поэтому в этом случае я беру как раз широкий шарф, которым, например, подбираю локоны, да, которые у меня где-то вот здесь. Вот эти. Все эту историю подкручиваю. Моя задача просто это придержать, защитить от солнца. То же самое. Я обычно закручиваю совсем конец и, соответственно, веду его вдоль головы, так, чтобы не давить на прическу, которая у меня получилась. Вот. Потому что, как правило, мы пытаемся сохранить локоны, которые у нас вот здесь где-то подвиты. И это все тоже, соответственно, закрепляю невидимочкой в одном каком-то месте. Я стараюсь в таких тюрбанах ездить на такси, поэтому, в принципе, у меня достаточно того, чтобы каким-то мимолетным ветром мне не растрепало, да, все, что я там собрала. Вот. Поэтому здесь вопрос сохранить воздух, да, то есть максимально его так прям обволакивающе эту всю историю сделала для того, чтобы оно никуда не давило. То есть в такой совсем воздушной конструкции на улицу я не пойду, потому что ровно наоборот она не дает мне защиты и плотности примотки к голове, если я защищаюсь от жары, да. И говорила бы про квадратные платки. С ними все попроще. Они скорее дают мне возможность сделать какую-то повязку на голову из-за этого квадратный платок. Я, как правило, его сматываю до полоски. Вот. И делаю совсем простой вариант, когда вперед, точнее назад, вперед, и просто завязала кончики. Но это толком не тюрбан, это просто, да, повязка. Она смешно выглядит, вот. Но если мне очень надо, по какой-то причине так сделает, то меня не смущает, что это выглядит смешно. Но она, видите, не дает нужного, что ли, объема, поэтому это выглядит забавно, но при моей форме головы как бы сразу такая, прочим, маленькая головка получается. То есть тюрбаны с объемом вот здесь, на мой взгляд, не идут больше. Поэтому, если у вас остались вопросы, задавайте мне их, пожалуйста, в личку, в комментариях под видео. Я надеюсь, это было полезно. Я просто рассказала, как это делаю я. Наверняка существует масса еще других способов, но это те, которые у меня отработались годами, и которые я могу сделать просто с закрытыми глазами. Поэтому я их так часто носила этим летом, когда было вот буквально на днях 33-35. Вот меня это очень сильно выручает. Спасибо за внимание, за ваш интерес. До новых встреч! До новых встреч!